Что сегодня день рождения у Сергея Юрьевича Ключникова. Такая жизнь прождет тебя. Во время первой пятилетки жаркой был увезен я из Лебедина. Гнездом служили Минск, Одесса, Харьков. Застала меня в Харькове война. Так вышло, что божок военный Один, прогнав меня сквозь ад, причалил в рай. Из череды любимых малых родин святой главной сделался алтарь. Замкнулся круг мой. Первый детский лепедь, далекая Сибирь лебедин, чей герб зеленый щит и белый лебедь. Прилит желанный образ. Мир един. Сквозь войны, перестройки, окаянства, пророчествами древними дыша, в грядущий центр всемирного славянства меня, как лебедь, унесла душа. На первой родине не заживают раны, она увязывала в распрях и в крови. Спасут же, как всегда, бывало храмы, надежды, веры, совести, любви. Как известно, Юрий Михайлович об этом писал. Они уезжали из Харькова. Вот они уезжали, а немцы входили на другую часть Харькова. То есть буквально несколько было таких вот моментов. И у отца достаточно яркое ощущение вот этого военного детства, бомбежек вот этих. Ну вот, что ты помнишь, расскажи. Ну что? Короче говоря, отец рассказывал, как, например, они жили в бараке, которые были покрашены в белый цвет. И ночью был налет немецкий, и каким-то чудом они просто уцелели. Рядом погибли люди. Впервые столкновение со смертью. То есть после такого безмятежного пионерского детства, когда он посещал прыжок пионеров, слушал Пушкина, где пели Арию Мерлика, где, значит, ну все было навеяно поэзией. Мать его была женщиной без образования, но очень много так вот читала ему, хотела его вывести в люди, развивала. Была сильная женщина, проживала 96 лет. Она вложила первые какие-то литературные что-ли опыты в него. И вот после вот этого счастливого такого периода, внезапно война. Они, например, прилетел, они ходили в лес, прилетел самолет, вот они идут по площади, вдруг начинает бомбежка. Ну еле мать успела завести их в подъезд, например. Ну обстрел начался. Обстрел, да. И потом началась эвакуация. Первая эвакуация, она длилась в Саратове. И у отца очень яркие, яркие такие впечатления. Значит, вот этой эвакуации я, до сих пор, не очень люблю. Я люблю полный красивый образ. В памяти застрял светлое небо, ласковый осколок тишины. Синее саратовское небо, самых первых месяцев войны. Есть еще там зарево полночные, огненные прочинки наверх. И барак соседний развороченный, точно в кочье порванный конверт. Паровозный дым, густой и черный, долгий путь, налеты, крики, рвы. А за волкой вылетают челы, не из туч, из листьев, из травы. Тихие цветочные пожары, жаркой дымкой сломанная даль. Ничего прекраснее пожары никогда на свете не видал. Что еще? Покос июньский, помню, дальних молний, частые броски. Почтальон привозит прямо в поле призывные серые листки. Медленно уходят поудети, поутьму с медовой полосы. Тишина, над нами солнце светит, а над ними сполохи грозы. Небо в этом, степи, удивление, красотой упавшей сердце мне. Я обязан маленькой деревне, а выходит и большой войне. С ними в грудь мою вошла Россия, бабушкиной сказкой наяву. И косой тяжелой, что косила, только что подросшую траву. Вот что тебе дали, вот эти годы эвакуации в Саратове? Ну, самое счастливое время, как это ни странно, это вот война, первый год. Интересно. 11 лет, 12 лет? У него 11 лет, да. Еще не было 11 лет, 41-й год мы выехали в эту деревню. И вдруг из каменных громад, из каменных мешков города, ну там дворец пионеров и все, но у меня душа всегда любилась тем широту неба. И вдруг я оказался вот в ошеломляющей красоте просто. Там получилось так, что выкрепли из деревни почти всех мужиков. Нам приходилось работать там, леса не было. Копили кизяком, камышом. Ну вот я верблюда водил. Там верблюда водились. И верблюд размешивал этот навоз. Потом его вот в сунцок, его резали на куски, складывали в штабеля. Вот, и он еще подсыхал. Цыпки, конечно, были. Но это вообще настолько интересно было. Потом научился я на лошади верхом ездить. Ну, пацаны там научили конхозные. Такие же сверхсинки. Без седла. Потому что все этого не было. И вот мы гоняли на лошадях, значит, вот. Рыбу ловили. Там протекала река вроде нашей Инии. Может, чуть поменьше. Но рыбы было ошеломляющее количество. Просто никто ее не ловил. А в кооперации продавали такую проволоку. Маленькую проволочную сетку. Я не знаю, на какой цели она никуда не шла. Почему-то ее туда залезли, продавали. Мы покупали вот такие 2-2,5 метра. Сеть, она вот такая вот высотой. И вели. И вот таких щук ловили. Почувствуешь, что только она ткнулась. Раз, поднимешь. Вот такая щука. Ошеломляющее количество. Хлеб-то я нигде, вот, во всю жизнь не лил такого хлеба, как из твердых саратовских пшениц. Знаменитых, да? Вот, а на булке такая, большая булка пекли. Вот так вот ее сожмешь, она сжимается. Ну, так уже разжимается. Ну, в общем, короче говоря, это просто такой-то рай. Вот для меня вот это первый год войны, это райский год. Потом вторая эвакуация. Первая эвакуация, ну, и там под бомбежки попадали, под обстрелы, там хаос, там сумятица. А вторая была четко как часы, работал транспорт. Это вот, по-моему, Каганович руководил годы военный транспорт. Транспорт работал идеально. Мы ехали второй раз в Сибирь месяц целый, потому что пассажирских этих, пассажирских поезда пропускали в последнюю очередь. В первую очередь раненых везут. Им дорогу давали зеленый свет. Потом эшелоны с новобранцами на фронт. Потом вывозили заводы, вывозили заводы, оборудовали, целые заводы вывозили, разбивали тоже. Все идеально было организовано. И нас кормили на каждой станции крупной, на мелких умерях. Ребятишек настроек было матери, матери. То есть советские власти говорят, такую чушь просто, такую чушь, говорят. Там Ханн, Сталин там был, значит, там паника, там все, ничего подобного. Только первая эвакуация. Она все работала как часы. И вот Юрий Михайлович оказался в совершенно другом мире. Это Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, где он прожил там с 12 лет до поступления в университет в Томске. А потом еще какое-то время он обращался там, где он там, кстати, родился я. Поэтому ко мне имя Ленина приклеили, так сказать, таким маркером истории. И Ленинск-Кузнецкий, это совершенно, так сказать, особый город. Он даже вот в недавнее время, когда им руководил мэр Каляхин, уголовник, помните, да? Которого он в этом дельце узнал, просто на Руси водится авторитарным указом, без всего, так сказать, просто снял все. Там по статистике одна треть людей, современных, в той или иной степени прошла через криминальный век, через тюрьмы. Но можно себе представить тогда, какая ситуация. И Юрию Михайловичу, конечно, тогда, мальчику, пришлось посладко. Расскажи. Да. Мы приехали в Ленинск-Кузнецкий, вот отец не успел подготовиться, продуктов не было, картошки не посадил. В общем, тяжело нам этот очень год давал, я, может, потом об этом расскажу. Но главное, я помню, что в школу я пошел пятый класс, и вот мать, значит, наделала мне пионерский калстик, в башечку, и такие милетовые брюки, до колен, ну, вроде гольфа, что ли, не как-то, брюки такие, да. Ну, вот я спортсменщик, значит, подхожу к школе, а там пацаны, черт-ди в чем одеты, смотрят на меня, ну, что за чучело. И вот подходит ко мне, ты откуда? Он приехал. А, приезжий, выковыриванный. Так эвакуированный называли выковыриванный. Один, потом второй, потом постарший, самый старший, лет 14, говорит, что они тебя обижают? Ну, я кинулся к нему, что он вроде защитит, он еще как мог, даст. В общем, отрубили меня, хорошо. Я пришел к материнку, говорю, все, шею брюки на ночь сшила, перешила, значит, там старые какие-то брюки, длинные, короткие убрал, а галстук я выбросил. Это не в море, было там. Ну, в общем, короче говоря, пришлось, как говорится, с лодками жить, по волчьему эти карты играть, по огородам лазить. Вот такая была ситуация, и у Юрия Михайловича яркое стихотворение, которое писатель Костин, даже написав рецензию на книгу «Душа моя поднимет паруса», он убрал, как каталон стиха. Стих, да, называется «Рыночная экономика войны», прочитаю. Да, у меня там был период, брат потерял карточки на всю семью. Ну, в общем, во время войны без карточек остаться, это что-то. Деньги не имели большого особого значения, а карточки – это было все. Ну, в общем, короче говоря, у меня пришлось работать на заводе. Ну, я вместо месяца, карточки на месяц давали, вот, а я увлекся и три месяца проработал на каникулах на заводе. Научился делать ножи кухонные, спицы, там проволока такая, выбрасывали. Я ее рубил, любил с завода, научился дрель, стащил с завода, вот, в общем, короче говоря, научился зарабатывать ножи. Уже тогда вошел в рыночные отношения, которые сегодня расселили, так сказать. Вот, и часто проводил и с братом, и сам на рынке, вот, продавал эти ножи, по-моему, нож стоил 50 рублей, и примерно столько же стоил битва молока. Ну, можете экологием, так сказать, сами рассудить. И вот я был свидетелем такой сцены, там облавы часто были на базаре, ловили дезертировать. Облава раздается в рассыпную, да, милиция, и потом гарнизон стоял небольшой, окружает все это дело и вылавливает этим. И шпана, значит, очень ценились медали, и ордена срезали у фронтовиков. Там на базаре коллеги были с орденами, там, и вот я был свидетелем сцены, когда, значит, просто я видел, как он осторожно, осторожно, они щипачи очень аккуратно работали, так, значит, медаль за отвагу срезает, а он вот чоп, и поймал. Причем парень срезал где-то лет 15, такой вот, уже можно, ну, пошел. Ой, как в него били фронтовики, инвалиды, протезами, чурками своими, вот этими, значит, палками, костылями. Просто, а милиция стоит и не вмешивается, потому что милиция страшно боялась, вот так вот, никогда не вмешивалась, вот такие разборки. Милиция стоит, значит, они его отлупили, он бежал все время к милиции, к дежурке, там в стороне была дежурка, на базаре. Вот, он хотел до дежурки добежать, а они его догоняют иногда, пустят протез или костыль, значит, он упадет, они его опять ногами, в общем, короче, он почти без дыхан, и потом только милиционеры подошли, без дыхан, и мы его утащили. Вот я написал, наверное, на базе этой вот цены, чтобы свидетели, да, до конца времени, рыночная экономика войны. Базар был вроде лампы Алладина. Потрешься от лубок людской плечом, и пар полусношенных ботинок вдруг обернется теплым калачом. Здесь все, от паспортов до одежонки в солдатскую, и любые ордена сбывала дезертиром по дешевке бесстрашная базарная шпана. Я помню те военные обиды и скорые расчеты на Руси, как несколько угрюмых инвалидов подростка бьют простертого в грязи, милиция скучает у дежурки, зимаки гасят желтые окурки, трофейный голубой аккордеон наигрывает вальс осенний сон. Мне интересно, что такое город криминальный. Тем не менее, первые литературные опыты Юрий Михайлович обрел именно там. Именно там, если вспомнишь, прочитаешь свое первое написанное в 13 лет стихотворение, он написал, даже послал его, он расскажет об этом куда и кому. Именно там он впервые прочитал Пастернака, который лежал в библиотеке. Оказывается, разговоры о том, что Пастернак притеснялся там и так далее, они абсолютно не соответствуют действительности. В библиотеке лежали даже неразрезанные дома Пастернака, потому что никто не знал, не читал это. Именно там он, вот первые такие литературные опыты. Такой Федор Олесон был известный писатель, которого даже хорошо написал Горький, оценил его роман. И он вел литературный кружок, где впервые набирал мощь, как сказать, литературное пиро Юрия Михайловича. Хотя Юрий Михайлович поэтий то приближался, то возвращался. И постоянно начал писать уже в 40 лет. То есть достаточно поздно, он поэт такого, позднего подхода, что ли. Вот. Вспомнишь стихотворение это? Нет. И не вспомнишь, да? Ну вот это, и там как раз он познакомился с еще одним человеком, Николаем Киселевым, который потом деканом стал нашего. Я постернакам купил еще с детских лет. Вот. Ну и вот после этого, получив вот эту вот закваску, да, он послал вот это стихотворение, значит, про нищего, которое идет там, что его никто не подает и так далее. Но послал от Елизавета Стюарт, известной новосибирской поэтессии, да, ему неожиданно ответил, 12-летнюю подростку, что у вас есть, да, но сейчас война, и нужны более бодрые химистические стихи. Ну, я сам скажу. Нет, я не посылал Стюарт, я просто послал Новосибирск в сибирские книги. Пришло мне письмо за подписью Елизаветы Стюарт. Она была тогда корреспондентом ТАСС. Вот, я помню, там корреспондент на бланк, на официальном. Вот, что вы пишете яркие образы. Да, я нашел вас. Ну, вот она есть. Да, я могу прочитать эту стихотворение. Вот оцените, 13 лет сегодня было. Над непролазной грязью протяжный вой гудка, Невыстребной бязью несутся облака, Свистит в деревьях ветер. Наш городок уныл, Как будто нет на свете ни солнца, ни весны. Бредет по лужам нищий, он сумрачный хмур, А окна безразличны, глядят во следующее. Он стар, под рваным лаптем, Смешались грязь и нас. Он дверь стучит, подайте, но кто же ему даст? И вот опять по грязи бредет он шапку снят, Какое безобразие сибирская весна. Она пришла, вы пишете образы, Но она думала, что он какой-то уже такой Доноша, Она не думала, что такое пацан, Что говорит, что сейчас идет война, Что надо другие образы, Вот, говорят, по берегу люди доставляют, Что тогда и ваши нищие тоже будут получать Подояния, ну, такие. Он, в общем, настроил меня на Матриотический лад. Первое святоврение было посвященное победе. Это 14 лет. С мая 45-го. Потом был Томский университет, Который Юрий Михайлович поехал. Но Томск это вообще не обычный город. Мы вот здесь смотрели его историю. В нем было что-то таинственное, притягательное. Ну, и вот эта русская культура, Которая вот вместе с переселенцами, Еще с сильными профессорами, Было несколько таких ссылочных интеллигенций, Несколько волн. И, конечно, Томский университет был очень серьезным городом. И в Томске был Шишков. В Томске был вот этот знаменитый географ, Патан, не олигарх, А вот тот, который поздавал Восток и Сибирь. В Томске проезжал Чехов, Правда, оставил не очень такие позитивные О нем воспоминания, Из-за этого мечи такой полюмористический памятник воздвигли. Вот все это обитало в воздухе, И отец поступил. И вот что тебе больше всего запомнилось из Томска? Какое у тебя ощущение? Ну, Томска это была совершенно другая культура. Все-таки Новосибирск, Это вот, как Сергей говорил, Долома такое было, Там все прикасалось, приходило с разными слоями населения, Вот преимущественно недоброкачественными, Ну, темными, во всяком случае. А Томск университет, Это совершенно другая культура. Это, во-первых, значит, город, Который сохранил вот эту вот интеллигенцию Частично еще дореволюционную. Например, научной библиотекой Томского университета Кладем некто Наумова Широких. Это мать писателя Наумова, Народника такого писателя, Который близко общался И был другом Глеба Успенского. Понимаете? Она выучилась в Петрограде, Потом там какое-то время в гимназии преподавала, Потом приехала в Томск. Вот. Потом в Томске Была великолепная профессура просто. Я вот сталкивался, Когда работал в издательстве, Сталкивался здесь, Я ничего не хочу сказать, Здесь тоже очень культурные такие профессора, Но они не идут в сравнении с теми, С кем мне приходилось общаться в Томске. Например, Капнин такой, Павел Васильевич, Читал вам историю, философию. Он уже тогда говорил, Что к истине он опирался в марксизм, На то, что значит, Истину в принципе никогда постичь нельзя, Как Бога. Он не называл эти слова, Но абсолютную истину на основании Ленина он говорил постичь. Она вся состоит из серии относительно истин. А он называл это буддийским языком иллюзией. Что мир – это постоянная, постоянная смена иллюзий. Одной, второй, третьей, четвертой, Пока бесконечно, так сказать, докапываешься до этой истины. И он тогда это на основе диалектики марксистской доказывал. Я уже потом, тогда я, конечно, буддизмом не интересовался, Но на меня запали вот эти вот лекции. Потом там преподавал античную литературу некий Пинчук, Который служил в Лейбгвардии императорского войска, Его императорское величество. Он потом стал, значит, увлек сэнтичную литературу. Он весь жил эту литературу. Понимаете, рассказывает о Цицероне, Читает вот отрывки из Цицерона, Не Коусской тантем Кателина Абутера Ностра, А философские трактаты. Сопровождают отчисление на латыни, Вот где Цицерон говорит о том, Что жизнь, говорит, и смерть – это понятие абсолютное. Мудрый человек не боится, говорит, смерти. Вот он читает и переводит Цицерону. Дурак только, глупый человек, Боится смерти и трясется все свое жилое. Вот такие вот вещи, да, читал. Теперь, значит, это Данилов, Исключительно интересный был преподаватель. Я всех здесь описываю эти воспоминания. Это человек, который воевал. Он из учительской семьи воевал. Вот, получил высшее образование до войны. А всех, он первое время воевал как солдат, А потом их всех забрали на переподготовку. Всех образованных людей. Глаз пудро делал. Его послали на курсы переводчиков, Которые следят за радиоперехватом немецких разговоров по радио. И он, значит, Несколько месяцев учился и стал переводчиком. И всю жизнь провоевал в войсках нос. Такой воздушный, вот, что-то такое. Охотки и оповещения. Вот. Потом был интереснейший профессор разгон, Израиль Менделевич. И я ухожу как раз на пятом курсе за Герману, Которая стала моей женой. Вот. А она жила в квартире музея, В бывшем архиерейском доме. Там великолепный сад был. Вот. Отец у нее был директором музея, И по совместительству преподавателем университетов. Преподавал основу Максима Легидова. И у него собирались компании, Коммунитариев. Бабушки, там, Николай Федорович, Значит, такой профессор-разгон. Вот. Гуляев. В общем, ну, они там занимались возлияниями. Да? И иногда приглашали меня. Для того, чтобы я, так сказать, Особенно развозил. И когда им не хватило, Они давали мне деньги. Я, значит, ходил за водкой. Да? И вот я помню, значит, Зарая Менделевича Ко мне подошел к бабушке, Мой руководитель дипломного проекта, Профессор. Вот. Говорит, Солю, отвези. Выжил такси. Значит, тогда такси были эти в машине Победа. Саша Дмитриевна, да? Вот. А он жил в этом самом В общежитии. Профессор жил в общежитии. У него комната была. Студенты жили на верхних этажах, А на втором этаже жили Преподаватели. У каждого была комната своя. У него было. И вот, значит, я его привез. Он охмелел. Сидел. Значит, пил. Мало говорил. Вот. Охмелел. А в машине, когда пришла машина, Значит, Он разговорился. Показывает шоферу Дорогу. Я знаю Патехатку. Знаю, знаю. А он все-таки По какой дороге надо ехать? И вот оно, значит, Это самое. Вышли из машины. Я его провожаю до комнаты. До комнаты. Он с трудом открыл ключом, значит, дверь. Ну, вошел в какое-то уже Более-менее такое трезвое состояние. И говорит. Ну, что будем делать? Чай пить будем? Я говорю. Ну, как вы скажете? Вот. Он, значит, Открывает дверку, холодильник. А холодильники тогда были, знаете, Под окнами. Вот такие углубления. Достает оттуда плитку. Батон. Колбаса. Вот. И это самое. Чайник. Вода у него уже там была. И пока, значит, Встали через чайник, значит, Это самое. Он мне стал читать Пастернака. И читает. Читает, говорит. Это круто налившийся свист. Это щелкнило. Да не вставленный. Динок, это ночь. Динок, это ночь. Бис. Букс. Варьет. Динок. Ты знаешь, чьи это стихи? Я вместо ответа начинаю продолжать это стихотворение. Он говорит, вам преподают Пастернака? Я говорю, нет. А где ты с ним познакомился? Я говорю, дома. А где дома? Я говорю, в Ленинской, Кузнецкой. А это что такое? Я говорю, это шахтерский город. Я говорю, надо же. Шахтерский город знает Пастернак. Потом, значит, голову повесил. Потом поднял голову. Я из Москвы надолго убежал. С милицией я ладит не в сноровке. За каждый мой пивной скандал Они меня держали в тегулевке. Благодарю за дружбу, граждан сих. Но очень жестко спать-то на скамейке. Пьяным голосом читать какой-то стих о клеточной судьбе несчастной конорейки. Профессор, нет. Веселье, да. Потом раз, голову повесил. Я говорю, я почему? Читаю. Веселье. Я же писал историю гражданской войны. А он действительно был организатором истории гражданской войны. И мы, говорит, племию получили. И отдали ее. Это в 43-м году. Весь коллектив написал историю гражданской войны. Они отдали на строительство танковой колонны. И меня свои же заложили. Свои же заплеменники заложили. Говорят, что я в бунде был. У Троцкого хуже. Вот такое признание. Ну, в общем, короче говоря, я его вложил. Вот он еще там достал. Вот именно, ну, по левочке берем. Ну, вот такие интересные у отца воспоминания. Вот только закончил сейчас этот очерк. Я его отослал в Томск. Ну, и Томск, вот с сакральной точки зрения, мне кажется, это особый общий город. Во-первых, там вот, ну, все-таки реальное предание о старце Федоре Кузьмичеве, а в нашем императоре, который Александр Иксандр Иксандрович. Клюев там жил. Да, Клюев еще жил там, да. А во-вторых, там все же зародился бессмертный полк. Именно в Томске. Вот и в Томске журналисты родились. Это движение, которое по всему миру сейчас пошло. И вот мой отец написал такое, это последнее сегонарение отца, которое он позавчера написал. «Ушли из памяти моей Галдаамус июменис домсумус». Это из университетского гимна «Слова и латынь». «Но тайна в сердце светлое осталась. Я вижу сон под солнцем золотым. В размашку через стольку ему на берег, где правит совесть, мудрость, тишина. До сей поры не истремивая верю, что сохранила их моя страна, что крест ее несли бы не напрасно, что красный цвет звезд сиял и зря, что милое студенческое братство зайдет как повселестное заря». Можно много говорить про том, вспоминать. У Юрия Михайловича еще масса интересных было эпизодов в жизни. В частности, например, после того, что он распределился с журналистом. Кемерово прожил, потом Ленинский, Кузнецкий был. А потом был такой начин хрущев, что интеллигенция должна ехать по силе. Квартиры у них не было, у моих родителей, я уже родился. И они поехали, значит, в Кузбасское село, поднимать село, учительствовать. Отец потом стал директором школы. Это ему тоже очень-очень много дало общей в жизни. Он об этом, может, чуть-чуть скажет. Даже был опыт животноводства достаточно забавный. И потом мне рассказывали, что они, значит, ну, завери поросенка. Его нужно было кормить до 100 килограмм. Но он был под жарой, выше 40 килограмм не поднимался. И почти каждый день он сумел как-то вырываться, когда его кормили, и убежал из деревни. И вот это классно. Семчане наблюдали зрелище. Бежит отец, за ним мама, за ним бабушка, потом я, его и поросенка этого. То есть, ну, скажи, что ты помнишь про село. Ну, ты забыл сказать, что поросенка мы завели по неволе. Тогда, если вы помните, Никита Хрущев объявил лесной поход, что каждый сельский житель должен вырастить какую-то живность. Вот. Приехал вместе с этим. Как раз меня назначили только этим директором школы. И приехал в Заврайоно, в Илдарев такой-то, да, красивый, хороший, такой, с секретарем райкома. И сказал, слушай, ты директор, ты должен дать пример. Вот. Всем, всему коллективу, там, часть учителей, держала сельские жители свою скотину. А такие вот, как и я, должны были взять в Саркозию какую-то скотину, вырастить ее. И сдать потом мясо. Ну, по цене. Вот, соответственно, мы, значит, вынуждены были. И потом все это отменили, лопнули, лопнуло это все. Новая власть пришла, Хрущева. У Хрущева не получилось ничего. Но самое главное, что свинья была такая спортивная. Она росла очень медленно. Почему-то не набирала вес. И свинья скакала. За ней надо было гоняться. Ну, что ты вот. Кстати, фантазия. Хрущева, говори тогда. Во-первых, значит, в школе была полуторка машина. Вы сейчас таки видите. Это во время войны. Даже на фронте она воевала полуторка. И уже к этому времени, значит, я в 57-м году был директором школы. Уже и таких машин почти не было. В школе была. В школе всегда. Днейшая была. И шофер был пьяниц огорчающий. Который не следил за машиной. Вот совершенно. Ну, платили маленькие деньги. 70 или 80 рублей. Какой шофер ходил? Кто такие видишь? Даже в деревню. И вот такой вот, значит, был шофер, который не следил. И поэтому мне пришлось выучиться самому. А нужно было ехать на машине за зарплатой для учителей. 26 километров в районный центр промышленности. Ну, я сам водил эту машину. Ездил. Однажды, все-таки зимой мы поехали. А, почему я стал ездить? Потому что с ним поехал зимой за зарплатой. Вот. А он даже на капот в воде не ложил. Потому что зимой же надо на машине. А он даже не ложил. И мы не доехали, что-то километров в семь, наверное. Я чувствовал, что что-то с машиной такое изгорожено. Кашлял, кашлял. Раз. Все, встали. Я говорю, что? Все, перевезла вода, говорит. Ну, в общем, короче говоря, мы семь километров шли пешком. Я в ботах шел тогда. Такие боты. Кто помнит? Прочтение молодых. Молодых, да. Молодых. Вот. Ну, температура была так... Не очень. Там где-то градусов 15 снежок. И много. Надо было пройти это все. Дед, я был в пальтишке в легком. У него тут тулучик был. Нас спас спирт. В школе как раз выдавались в облано спирт. На опыт. От физики, от гении. Все это манеркой. Вот сам заведующий район, Ну, разбиравшись манеркой. То есть, кто же. И я помню тоже эпизод интересный. Я о нигде не читал сегодня. Значит, надо было два директора средней школы, которые получали победу в целом. Потому что там 8-е, 9-е, 10-е, 7-е. И седьмые классы, кто же, кто-то, кто-то предмет был, кто-то требовал опыта. И давали по 3 литра наливать. А там директор был такой, восьмилеткой школы. Им давали понемногу. И вот, значит, я помню, Вилданова, когда-то наливает в нее, значит, я беру бидон, а ему наливают маленькую литру всего в емкость. Он говорит, хорошо, директорам средней школы. А тут, говорит, дали на один забах, вроде того, что. Вилданов на меня еще посмотрел, на один забах. Ты выпьешь это все. А что, запросто. И при мне это было, как в эту емкость он ему специально налил печь. И он все это дело выпил. Все абсолютно. Запил водой. И потом, когда мы на машине поехали, а он на лошади, красный такой, морда гуляковая. Никого не трогает. И он говорит, хоть бы что. Вот такие вот были люди. Паразейки, которые были. Вот. Ну, а мы не доехали. И вот, значит, вот этот шпирт, воды не было. Мы снег просто брали, просто. Бидон был такой жестяным, накрыт таким колпачком, который, как манерку, может происходить. Я наливал шоферу, наливал себе. И мы, чтобы не замерзли, значит, пили. Я портфель нес и вез всю учительскую зарплату. Потому что в районе было. И вот, помню, приехал, уже не помню, как. И вообще, короче говоря, значит, утром проснулся, без памяти, говорю, портфель здесь. Жена говорит здесь. Давайте сейчас, да, сейчас У нас небольшой будет такой, как бы перед ним, так сказать, кадр. Скажите, пожалуйста, а Сапрыкин Владимир Петрович здесь? Нет. Владимир Петрович, вот вы читаете, да, стихи Юрия Михайловича? Да. Вам как? Сесть лучше? Как бы? Подставить. Или микрофон дали? Так, тогда вам даю микрофон. А можно туда, да? Походите. Походите туда. Слышно, да? Слышно? Нормально. Ну, прежде всего, хочу поздравить привет Юрия Михайловича и Лилию Ивановну и всех присутствующих здесь с Новым Годом. Никогда не поздно это сделает. Новый Год только начался. Пусть Новый Год всем принесет большой набор даров бесценных, здоровья радости, щедро. В делах успехов неизменных, добра и счастья без границ, душевной бодрости и силы. Приятных встреч желанных лиц, всегда и памятных, и милых. АПЛОДИСМЕНТЫ С Новым Годом! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и творение Юрия Михайловича называется «Мамонты». Это Гуняеву посвящено, старшему. Есть великолепный парень, и у него сын, какой-то отличный сын. Сергей тоже, как Малая Сергеевна. А это посвящено Саниславу Кривенеру. Возьму. Владимир Петрович и Виктор Новосибирского радио. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не в ладах сазами новой грамоты Рвать отовсюду для себя куски Мы в небо отбывающие мамонты Без радости, но также без тоски О чем грусти? Что водки много пили мы Что крест планеты на себя несли Что в будущее путь дарили бивними И снова оказались на мели Законы хлеба не для бивнии пишутся Базарных лам мы придаем огню Мы оставляем нынешнее пиршество Киенам и чумному воронью В ладу мы лишь с просторами зелеными Которые небесный царь взрослит Мы реку благодарны, что солеными Купелями нас с детства окрестим Живем по нравам родового имени За родину на бой и на костер Мы мамонты Но мы еще не вымерли А вымерли Травой Растет Еще не могу не прочитать Переводы чудесные Французские переводы, да Один из них, один из переводов Французская книга, она продается Душа моя Откуда ты приходишь? Красота страхует Баклера Это самая крупная антология До и после революции Выполненная одним поэтом 57 поэтов 250 стихотворений От Трубадуров до Луэра года Да, кстати, мы записали две передачи на радио Две передачи Переводы французских поэтов Как они так давно повторяли Итак Жак Превер Как нарисовать птицу Сперва Нарисуйте клетку Снастью же открытой дверцы Туда поместите ветку И ваше поющее сердце Рисунок в саду Или в роще В дереву Но так Чтоб не смыл его дождь Сядьте рядом И ждите Порой ваша птица Сходу в клетку Пуску и садится Иногда же Проходят Голоты Нет И не видно птиц Ждите с ней Свидания Лет Не считая Ваши Потому что Срок ожидания Для вашей картины Не важно Когда же Явится гостя А она прилетит Непременно Мысли любые Отбросьте Сделать И воню Плены Дождитесь Чтоб в клетку Слетела Кисточкой Дверцу Запрети А после Лихой Смело Темную клетку Сотрите Дерево Изобразите На глубоком Поднебесе Птицу Туда Посадите Птичьи Ждите С песен Если Ж Ей Не поется Это Плохая Примера Может И мало Солнца Или Вашего Света Но Если Птица Запела Вы С нею Тоже Спойте И можете Ставить Смело Под вашей Кардиной Подпись Но С этим Не слишком Спешите Стальное Перо Не годится Подпись Пою Напишите Перышком Вашей Птицы Спасибо 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 Сережа Михайлович Осмыслил И Восток И Запад Я Позволю Себе Прочитать Один Перевод Из Франсуа Вильона, вот эта знаменитая баллада на поэтическом состязании Буа. Юрий Михайлович ее совершенно по-другому перевел, чем Оренбург, у которого, значит, честно-чужбина. Послушайте, Франсуа Вильон это человек, который, может быть, впервые осмыслил поэтически, обозначил противоречивость человеческой души, за целый век дешевтирами, впрочем. Строчка начинается «От жажды, умирая над ручьем». Это была заданная строчка, разные поэты того времени писали, но осталась в памяти только вот эта строка. «От жажды, умирая над ручьем, Ваш мой принц мне тоже одиноко, Дрожу в тепле, мороз мне небочем, Моя отчизна журавлиный клепот». «Не полагаюсь, не ночи глаза, Своим не верю, верю в чудеса, А ночевать предпочитаю всеми. Порой застанет в нем меня гроза, Я принят всем в большой бутылку с Богом, За это издан всеми. Богат, как царь, бездрожен, отказной, Которую усердно расточаю, Для подданных я государь смешной, Лишь миражи им щедро обещаю. Мне из людей всего понятнее и тот, Кто коршуном голубку назовет, Кто в очевидность межсомнения сеет, А выдумки заглядывает в рот. Я принят всем за это издан всеми. Добра мешок по точкам зла облачу, Траву ищу под слоем павших листьев, От правды оши никак не отличу Среди высокочтимых полуистин. А правда где? В раю или в аду, У тех, кто счастлив, кто попал в беду, Рассудит лишь создатель наше время. Школя, не знаю сам, куда приду, Я принят всем за это издан всеми. От жажды, умирая над ручьем, Свои желания ото всех вскрываю, Не потому, что через счет и чем, Я знаю, что ничего не знаю. От вас же, принц, не смею скрыть того, Что многого хочу, но жажду одного, Понять всего единственное семя, И верю в высшей правде торжество. Я принят всем за это издан всеми. Для поэтов, я думаю, еще одно сибиротворение, Здесь же много поэтов. Вот Верлен, король поэтов, На высочайших, так сказать, из французских, может быть, Мастеров стиха, Искусство поэзии. Прочитай, да. Тут вот, да. Лишь музыка, первая основа, Муз. В стихах заключена стихия звука, Звенящих слов причудливых союз, Запещенная издревле наука. В науке той нередко голова Вступает в спор с душою, Приглашая поэта так соединить слова, Чтоб несказанным всем они дышали. Бывает день искучен и тягуч, Когда затянут облачную пеной. Ночные звезды, избегая туч, Мерцают сверху тайной неизменной. Бесформенным пятном плывет луна В объятиях облаков едва приметно. В стихе должны сиять полутона, Куда определеннее предмета. И то, что скрыто, А, синее земли нас мазят небеса, И то, что скрыто за туманной далью, Нет разимы женские глаза, Когда прикрыты темной буалью. Но пусть твоем жанете святотень Не будет сонной, вялой, куда сочной, Пошли рифмованную дребедень Ко всем чертям, Похлебки их чесночные. Красивость на бумаге и сорви, А пошлость молча обойди при встрече. Гармонию настойчивой лови Сумей найти в любом противоречии. Еще запомнено всегда, Гульян прекрасней, чем садовая культура. И повторюсь, Кто музыкой пьян, лишь тот поэт, Иной литература. Принешло век этой книги написал Замечательный человек Жангинов, Профессор института, Которого мы были дома, Которого он приглашал Юрия Михайловича На лекцию в литературный институт, И мы туда ходили, До студентов Юрий Михайлович читал. Это человек уровня веренцев, Который знает семь языков, Который во всех университетах мира читал, Значит, курсы лекций, У него библиотека 25 тысяч книг, Больше, чем у меня. У меня на двух квартирах 15 тысяч книг, Только моя супруга не в восторге, Так что это, От перенасыщения этого. У того 25 тысяч, Он все прочитал вообще, Что можно, И он очень высоко, Вот этот человек, Очень высоко оценил Переводимый институт. Мы с ним заспорили на лекции, Там были студенты Пятого курса литературного института, И мы с ним заспорили об Адлере, Там одно стихотворение, Переводили, Он говорит, Ты перевел все-таки не так, Я ему объясняю, Что я не мог иначе перевести вот так. В общем, Мы спорили, Спорили, Потом, Когда закончилась Вся эта беседа, Студентки выходят, Спрашивают Одна другую, Ты что-нибудь поняла? Ничего не поняла. Ну, интересно. Вот такие студенты литературного института у нас. Ну, и давайте сейчас мы сделаем следующее. Я немного расскажу о караване вечности, И потом покажем видеоклиф, И потом сыграем музыку уже. И потом, наверное, будем двигаться к завершению нашего вечера. Значит, вот караван вечности, Вот эта суфийская поэзия, 500 миниатюр, Здесь и моя большая статья есть. Я с этой книги ездил в Тегеран на международную книжную ярмарку в этом году. Выступал четыре раза на самой ярмарке, И один раз в Тегеранском университете на факультете сравнительного изучения цивилизации. И вот эту книгу, ну вот, Очень высоко сейчас оценил помощник мухтия по культуре. Я давал несколько интервью агентству ИРНА, значит, в Иране, Потом на международной книжной ярмарке выступал с этой книгой. То есть, это такая вот суфийская мудрость, Она переведена в русские ритмы. Здесь есть и хаджана Среддин, И афоризмы различных суфийских мастеров. То есть, всем вот это вот рекомендую. Потому что переводы, Также он гениальный, Как говорится, Самим вот этим поэтам, Как и переводы французов. И Ангелина Басоваева, Да, вот она здесь сидит, Она сделала замечательный видеоклип На стихи Робии. Робия – женщина, Одна из основательниц суфизма. Это седьмой век. Вот. И вот такой художественный видеоклип. Можно включить, да? Да, включите, пожалуйста. Сколько стоит? Скажи еще, да. Вы знаете, Ангелина прислала мне Вначале звуковое прочтение, Да, А потом уже такое, Вот сделанное в виде Такого телевизионного клипа. С людской смешатся кровью. Она же только тонко вошла. Сердца на всей земле Дышали бы Любовью. Во мне два чувства, Две любви. Одна. Ищу любовные касания твои. Ты шепчешь, Приключится неизбежность. Я помогу тебе, Ты только позови. Любовь другая, Не ищу тебя нигде, Но благода на счастье и беде Все в жизни принимаю, Как подарок. Сама шепчу, Я помогу тебе везде. Заканчиваю плыть земной рекой Ни в той не преуспеху, Ни в другой. О, Боже! Если завтра в час суда Ты в ад меня отправишь навсегда, Открою я тебе Такую тайну, Не примет меня дьявол Никогда. Ведь ад предполагает разделение, Разлуку и мучительное твенье. А нас с тобой Ничто не разлучит, Ни ад, Ни рай, Ни светопреставление. Когда люблю тебя Из страха в ад попасть, Из пепели меня Готова я пропасть. Когда Орай Лишь все помыслы мои, Оттуда из гранит и душу рыбий, Что чувствую тебя Всегда и всюду. В аду я мучаясь, Печально закричу, Я так тебя любил, За что теперь Плачу? Могу тебе Лишь то, что говорила, повторить. Я душу, Сердце, Плод тебе готова подарить. Мне никуда Твоего присутствия не деться. Прими мой дарь, Единственный Или пустое Сердце, Рыбия Аля Дарья. Брало! Можно включить свет, да. Вы знаете, Ангелина Зашилаева пришла, Когда Эти стихия произвелся, Что у нас село Суфийского сборника Избрала именно Рыбию. Рыбия Это основательница суфизма. Вы понимаете? Женщина Основательница суфизма. Женщина, которая, так сказать, Одета в оранжетном одеянии, Закрыта от всех. Оказывается, эта женщина Ей предлагали замуж выйти в миры, Султаны. Она отказывалась. Она говорит, кроме Бога, у меня мужа нет. И, когда ее спросили, вот это известные такие слова, которые цитируются в суфийских источниках. Рыбия Ты любишь Магомета? Она говорит, конечно, кто его не любит? А ненавидишь сатану? Нет, я его ненавижу, я его тоже люблю. Как? Ты любишь сатану? Она говорит, мое сердце настолько занято любовью, что в нем нет места для ненависти. Друзья, в программе «Вечера» заявлено также представление еще и моей книги. Да, я же психолог, у меня 32 книги. Вот вышла сейчас «Гений интуиции», 32-я книга. Но я хотел представить свою 31-ю книгу «Меч Победы. Русской психологической мобилизации» в 21-м веке. Сережа, где она уходит? Может, она… Мы договорились с ней, да. Мы с ней договорились, да. Ага. Вот, значит… Но вот эта книга, она отчасти навеяна, ну скажем так, патриотическими стихами моего отца, от которой я вот эту книгу снастил ее. Здесь такие главы, как эго-тренды, будущие тенденции мира, такие, значит, главы, как информационные войны, и такие главы, как воспитание маркетизма, и такие главы, как необходимость фикосинтезами, необходимость собраться в трудной ситуации, потому что сейчас мы живем в период виртуальной реальности, такой фактор истории не было раньше, а сейчас он появился. Он влияет на сознание людей с огромной силой. Поэтому крайне важно умение мобилизовать все свои ресурсы, а у человека они огромны. Я, например, часто привожу, что у человека 100 миллиардов нейронов. Эти 100 миллиардов нейронов соединены с 600 миллионами синапсов, которые, если посчитать все количество мыслей и мысленных комбинаций, которые может человек, это количество мыслей, это писать числа на ленте, «Лента 17 с половиной раз отнимет расстояние от Земли до Луны». Все компьютеры мира могут произвести такую работу только если они будут непрерывно работать в течение трех дней. Они могут посчитать что-то быстрее человека, но они не могут сочинить музыку подобно музыке Моцарта, стихи подобно стихам Пушкина и подобно стихам Юрия Михайловича, которого очень многие современные деятели культуры, литераторы оценивают чрезвычайно высоко. Пять народных артистов его в восторге, так сказать. Я каждую книгу его приношу на Арбат Василия Семеновича Вановому, Аристарху Ливанову, Александр Михайлов в фильме «Белый остров» об отце говорил. То есть вот это ощущение силы поэзии чувствуется. Особенно эта сила проявляется у отца в любовной лирике, в восхищении природой, линия природы, религиозной его составляющей и патриотической составляющей силы любви России. Вот снижение молодым, которое очень понравилось, знаете, такой слепой депутат, замечательный человек есть, Олег Николаевич Смолин, он в образовании занимается, он его везде читает, в том числе прочитал в Государственной Думе на свое 60-летие, причем он его переименовался. Творение называется «Молодым», он сказал «Молодым и власти». Сонечко это прочитано. «Поучать не хочу, жизнь сама вас научит, обломает рога, шорест глаз уберет. Если у каждой эпохи солнце кучи, если у каждой души свой крутой поворот, или вверх, или вниз, остальное детали. Вон Георгий опять поднимает копье. Мы Россию в боях никому не отдали. Вы на ваших торгах не продайте ее». Русский ростов давно начался, еще в XVII веке, и вот он дошел до наших дней, то есть, в говорении «они и мы», «Народная красота». Я читал на фракции КПРФ, «Зюгановцы аплодировали на стихотворение». Ну и многие люди, людям тоже кажется, оно очень точно, как бы вот, в плане понимания смысла российского характера, российской истории. «Они и мы, нам их пиджак и неуклюж и тесен, их раздражает наш простор и вес. Они не понимают наших песен, а мы их либеральный политесс. Нам скучен гвалт о пользе инвестиций, жар биржи не живет у нас в крови, душа жива в погоне за жаром птицей, тоской по правде, братству и любви. Мы греемся в аду мечтой о рае, и это тоже непонятно им, как грусть до сей поры не умирает, как мы ее безжалостно храним. Мы будем жить, доколе в русском поле, родная песня звучает грустно, и русская учительница в школе нам Пушкина читает наизусть. Вот стихотворение «Ясность. Раздумья 90-х» под заголовок было описано в 2011 году. Может быть, после 2012 года ситуация начала, так сказать, немного улучшаться, но тогда у отца было такое настроение, такая жизненная философия. Потому что Россия сильна в своей определенности, в условиях информационных войн, в условиях смуты, смысловой смуты, непонимания куда и что, многих людей, попросту говоря, поехала крыша. И в плане идеологии, и в плане личного пути и предназначения все такое стихотворение. Даже дьявол России не страшен, если ясно, где нет, а где да. Там ливонцы, за озером наши, здесь Москва, за непрядовая орда. У каких же костров обогреться можно нынче на русской земле? Что теперь на умение сердца у князей современных в Кремле? Ни костра и ни звездочки. Вечер. Ты с отчизной один на один. И судья, и истец, и ответчик, и надежда притихших равнин. Уши говором назойливые режут. Как нам рыночный рай заслужить? В силе бесов надо же нежить. Им не жить, понимаешь, не жить. Им бы только втащить тебя в обувь, чтобы вместе и вниз головой. Потому так пронзительно громо их торговый нерадостный бой. Давит каждого время слово, разделяя на массу жмых. Ясность есть. Оставаться здоровым среди мертвых, безумных, больных. АПЛОДИСМЕНТЫ Не умоли. И вот, наконец, стихотворение «Мы тебя отстоим». Мы тебя отстоим. Оно написано тоже еще в 989 году. В общем-то, когда все только начиналось. Край передний и иную наметил манеру рисунка. Поменяли регистры октавы военной грозы. По высотам сердец, по вощинам и ужам рассудка. Пролегает сегодня зигзаг фронтовой полосы. Мы в окопах еще. Мы в траншеях по самые плечи. Видно, день не настал. Видно, час наступать не пришел. Словно мессеры кружат чужие недобрые речи. Атакуют повсюду притихший российский глагол. Ждали пули огня, оголтелой пехоты и танков. Напрямую наводку в туман, приготовив стволы. А трава вползла на позиции главной из флангов. Потому что мы сами открыли отравы тылы. Мы и это пройдем, в эшелонах тройных перестроясь. Пусть нас кто-то хоронит и в яму загнать норовит. Мы тебя отстоим, золотая славянская совесть. Наше русское сердце сияющий спас на крови. У Юрия Михайловича есть много интересных музыкальных произведений. Сейчас, наверное, я прочитаю одно еще стихотворение. И Юрий Михайлович, когда работал главным редактором, встречался с крупными композиторами. Приезжали самые разные актеры. Здесь и Юрий Яковлев приезжал, и Михаил Ульянов. И проезжал Арам Хачатурян. Арам Хачатурян приезжал на премьеру «Спартака» в Новосибирске. Впервые был осуществлен только что написанный балет на музыку этого композитора. И он на меня произвел впечатление очень большое. Хачатурян – армянин, человек, может быть, далекий от культуры. Но это какая-то душа, понимаете. Среди больших людей есть люди, которые напускают на себя маски, величия, достоинства. Даже такие, как Яковлев, например. Хороший человек, но все равно в нем некая такая театральность чувствуется. Ульянов тоже был на радио. А вот этот человек с какой-то бесхитростной совершенно. Вот он приехал на радио. Его пригласили дирижировать оркестр Гуляева. Вот сейчас оркестр Народных инструментов. Гуси, хороший парень тоже, я его очень хорошо знаю. Он вторым был дирижером. А тогда Иван Матвеевич Гуляев был. И вот, значит, Арам стал дирижировать оркестр. Ему так понравилось. И там на Витковского это все было. Он, значит, поднялся из зала репетиционного. Какой оркестр! Какой оркестр! Какие таланты! Как они четко, говорит, все воспринимают. Не то, что эти бездари. Мы с ним кто. Вот эти вот, которые поставили «Спартак». Вы знаете, говорит, они мне поставили и меня пригласили. Я в ужас пришел. Что его постановка? Говорит, сплошная театращина. Никакого искусства. И хотели меня усадить за коньяк. Хотели меня купить. Я с конца не напью коньяк. А чего я с ним буду? Вот такой, очень такой бесхидростный. И вот чувствуется, вот, большой артист, большой художник, большой поэт. Как Пушкин говорил. Поэзия должна быть немного, прости господи, глуповатая. Да? То есть она должна быть простодушной. А хитрый поэт, вот, сейчас полно такие. Они прикочевали из той эпохи в эту. Вот они ловчат, вот так вот приспосабливаются к новому реалию. Вот это не поэзия. Это так. Мы не будем называть фамилию. Вот много их таких сейчас. А поэзия, она всегда одна. Она всегда без грима. Она всегда откровенна. И она всегда простодушна. Настоящий поэт должен быть простой душой. И настоящий творец тоже такой. Тогда только можно уловить вот руководство оттуда. Только в простую душу приходить. Почему? Вот я, Суфия, да, перевод. Меня заинтересовало то, что Суфии воспевали вино и женщины. Они говорили, что женщина мужчине дана как проводник Бога. Без женщины мужчина не полноценна. Половинка только. А вместе они составляют единицу. Вот. Французы усвоили эту, так сказать, идею. Прекрасная дама. Вы знаете, прекрасная дама во Франции. Это дама, значит, обычная жена для этой самой штуки, как говорится, для кухни, для детей. А прекрасная дама – это королева, там какая-нибудь принцесса. Вот. И о ней только воздыкает. Это платоническая любовь. А Суфии говорили, нет. Любая женщина, если рядом, ты ее боготвори. Потому что через нее идет язык Бога. И все, что с тобой встречается в жизни, споры, конфликты такие, это на женщине ты должен оттачивать свое мастерство. Женщина – это ступенька к любви к Создателю. Вон как. И эту идею усвоил, пожалуй, только Севантис. Помните у него? Дексине, скотница. И он это уловил. А вообще Европа это не уловила. Она отделила женщину просто для чего-то возвышенного. И женщину для этого. Она разделила вот это двойство. Она создала. А Суфии – это единственное. И вино Суфии никогда не пьянели. Они очень немного пили вино. И пили вино небольшое. А такой поэт как Амар Хаим вообще никогда не пил вина. И у него вообще не было женщины. А он воспевал это все. Потому что для него женщина – это друг с большой буквы. Бог. А вино – это напиток мудрости. Он вино пил как мудрость. И даже есть словарь тайнописи суфийской, что через вино поздается, так сказать, мудрость. И вот если взять исихазм, например, русский исихазм. Если ты хочешь проникнуть в Бога, ты должен погасить ум полностью, шлисти его в сердце. И все блуждания, так сказать, закрыть. И только тогда ты услышишь высший голос. Это же интересно. Да. Поэтому что я вам хочу сказать в заключение. Вот я задумываю про его. Если у меня не планет силёнки, если хотя бы одна душа найдётся здесь, которая сможет выполнить этот проект. Перевести лучшие мировые стихи на язык Бога, я буду очень доволен считать, буду считать свою задачу. И вообще, поэт, писатель, только тот большой писатель, который слышит второй план жизни. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Чехов даже. Вот почитайте его «Чёрный монах». Вы увидите, что такое Чехов. Это люди, которые слышали второй план жизни на Бальтия. Вот только через это можно создано писать. Поэтому повторяйте. Вот все знают Петра Абдедова. Да? Все знают. Он сосед по дому. Соседние у нас дома. И мы с ним часто встречались на стадионе. Он с палочкой выходил, потому что у него многолюдие болела голова. И вот он однажды вышел в дворе. И вот Савченко говорит, что прыжка рассталывается сильно. Я говорю, знаешь что, Пётр, вот ты пройди круг по Клодиону и повторяй. И повторяй два слова. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вдох. Господи, про себя. Ни слух, ни языком, а мысленно. И он прошел по стадиону. Ко мне подходит с таким. Помог Бог. Но это надо довести до автоматизма. Это надо. Не то, что до автоматизма. Это должно стать спутником все время человека. Через это. Через поэзию. Через науку. Чужеский шел через науку к Богу. Вот. Он сидел. Где шарашки сейчас говорят? Значит, что это самое. Что вот Сталин, злодей такой. Я был в трех шарашках. Это были великолепные городки. Где все было разрешено. И было снабжение. И все. Кроме выхода за пределы. Вот в таком городке в Карганье жил Чужеский. И он написал там, значит, вот свои блестящие строки. Когда человек почувствует язык истины. Язык Бога. Его охватывает такое неописуемое блаженство. С чем вообще ничего не сравнилось. И когда ему поступило в 64-м году. После Сталин. Распоряжение, чтобы его отправили в Москву. Он написал рапорту. Начальнику Карла. Прошу оставить меня еще на 6 месяцев. Поскольку не закончены мои научные работы. И не останутся. Шарашки. То есть, это теряется тогда. Создается мир особый. Такая, как кокон внутри души. Вот. И ты уже становишься защищенным. Вот. В любых бурях. Ты сохраняешь спокойствие. Единство свое. Вот это я хочу. Или Господи помилуй. Или да будет воля Твоя. То есть, ты предаешь свою волю. Волю лучше. Но чтобы это не на губах было. А чтобы это было состояние души. И вы все станете гениальными. Дорогие друзья. Между прочим, по поводу этого проекта. Это совершенно серьезно. Я, например, беседовал с человеком. Который представляет в России. Китайцы создали, например, Всемирное общество поэзии. У них все мощно. Все организовано. По поводу программ. Я беседовал. В городе встречался несколько раз. Человеком. Который представляет. Вот это. Всемирное. Вот это. Китайское общество поэзии. В России. Да. И. Это реально. Если вот кто-то подключится к этому проекту. Это огромный проект. Я. Значит. Как бы на себя уже беру. Вот эту. Остальную миссию. Нахождение там. Текстов. Отбор. Переводов. И так далее. Я к этому приглашаю. Так же как и приглашаю всех литераторов и поэтов. Поскольку представляю издательство «Беловодья». Вы видели качество. Ну вот все говорят, что полиграфическое достаточно высокое. Если даже международные выдвигают эти книги. И. 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 были номинации. Так сказать. Вышли на золотой деревик. Большая литературная премия России. Она была. Так что если кому-то из вас захочется например издать свою книгу не только здесь. Но и в Москве. И. Подумать конечно нужно как найти на это дело ресурсы. Я. Я. Значит. Гребнев здесь да. Здесь да. Да. Александр. Да. Приглашаем вас. Выступить. Для начала я хотел бы сделать маленькое пересловие. Затем к моему выступлению. Да. Часть совсем было вчера. А не только это. Вчера мне звонит Юрий Михайлович и говорит что будет выступление. То бишь сегодня. И попросил чтобы я выступление сыграл вальс Юридова. И. Венский вальс музыкальной амминистрации по импульски на маскарад. И. Хачатуряна. Что я скажу? Сейчас. Попросил чтобы я сыграл Сверидова. И. И. Хачатуряна маскарад. Вот. Но я хотел бы сделать немножко изнести какие-то коррективы изменения. Если позволят организаторы и участники всего собрания. Евгений Федорович, Юрий Михайлович, И. 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 Народцы в честь, так сказать, недавнего праздника Рождества я бы хотел сыграть Чайковского времена года в декабрь святки. И. 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 Играет музыка 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 Играет музыка